В Узгенском районе Ожской области примером чистоты и порядка могут похвастаться несколько сел. За этим результатом стоят школьники. Они собирают все твердые бытовые отходы и следом сдают в Тазар. Предприятие разделяет их и отправляет на вторичную переработку. О проекте Тазар смотрите далее. Село, как и Рузгенского района, признано самым чистым. Отходы на улицах, породящие благоприятный вид и красоту, казалось бы, уже привычное явление для многих. Но школьники села не хотят мириться с таким положением дел и как борцы за экологию стали собирать все бытовые отходы и сдавать в предприятие Тазар. За очень короткое время в селе удалось избавиться от мусора. Сдаем алюминий, железо, а другой бытовой мусор. В основном собираем пластиковые бутылки. Ими часто разбрасываются люди, и это портит не только вид улицы, но и экологию. Мадьяр рассказывает об отсутствии мусора, но если он появился, они сдают его в Тазар. Взамен за свой труд они получают ценные подарки, которые накапливаются баллами в мобильном приложении Тазар-эп. Школьники получают гигиенические и ученические принадлежности. Так за два месяца собрано почти однотонна мусора и отправлено в перерабатывающий завод в городе Ош. Пластмассовые бутылки перерабатываются в шланги для полива. Мусор из стекла при вторичной переработке превращается в жидкий металл. А вот необходимое оборудование, такие как мусорные баки, весы и другое, было приобретено в рамках проекта Тазар. Для реализации проекта в нашем районе было выделено 500 евро. Предприятие Тазар направило средства на закупку необходимого инвентаря. Сам проект показал действительно хорошие результаты, причем за довольно короткий срок. Аналогичный мусороперерабатывающий завод открыт и в селе Мыраке. В будущем планируется потратить средства от переработки мусора на школьные нужды. Жители Айлокмэту и Мыраке проявляют интерес к экоцентру, но готовы очищать от мусора за денежную плату. Средства мы хотим направить на школьные нужды. Где-то нужно отремонтировать, где-то докупить. В Ошском регионе пока нет предприятий, перерабатывающие все виды отходов. Поэтому, согласно проекту, подобные экоцентры откроются в других селах.